всем привет темой данного видео будет оптимальный уровень ph оптимальный уровень кислотности для растворов которыми мы обрабатываем наше растение по листву опрыскивание специально для тех кто видит смотрит видео очень быстро проматывает оптимальный уровень ph это от 5 и 5 до 6 и 5 при таком ph проблем у вас не будет и будет все хорошо во время обработок растений по листву ну и там далее ставим лайк и подписываемся на как на канал делимся данным видеороликом этом все а далее будет для тех кому все таки интересно почему куда и зачем большинство природных водоемов имеют уровень ph от шести с половиной до восьми пестициды же которыми мы обрабатываем растения при щелочной среде ph быстро теряют свои свои активные там свое действие также сама при низком уровне ph при 4 5 и ниже так же самое там происходит физико-химические реакции там непонятные действия и мы обрабатываем растения ну совсем не тем чем чем планировали там какой-то период полураспада проходит очень быстро течение там десяти-двадцати минут и уже мы вносим нет примеру не и медаклоприд а там непонятно что которое непонятно как действует на растение большинство фермеров я так сама на наверное вы вносим пестициды с удобрениями которые уже заблаговременно кислые в своей среде уже имеет ph там четыре с половиной четыре и добавляя в раствор удобрения мы раствор понижаем ph там примеру с 7 с половиной на 6 добавляем при препарат пестицидом фуницид инсектицид и получаем что ph падает до 6 но не сюда нам растворы позволяют добавить в удобрения потому что может быть сильная там нагрузка будет листовая по солям также есть инсектициды вот примеру большинство фосфорорганики некоторые перитроиды вот чувствительные к высокому ph при ph от пяти с половиной до шести с половиной они оптимально действуют они действуют так так как заявил производитель а при ph там 75 у данного раствора и всего лишь 20 минут чтобы быть быть и тем чем чем мы думаем то есть пример что мы несли там какой-то препарат там и медаклоприд при ph 75 это 20 минут еще и медаклоприд растворе через 20 минут это уже не медаклоприд а уже там какое-то другое вещество период полураспада наступил это уже разложилась и там уже совсем другое вещество которое непонятно подействует на вредителя или не подействует то есть здесь очень сложно что рассчитать здесь нужно быть очень классным химиком но это не относится к теме видео так же самое есть фунгициды действующие веществами там тапсин м те фан отметил бенамил фундазол наш вот манка цепь ардемил гол да еще там еще несколько есть и выше которые сильно сильно чувствительны к ph к кислотности раствора их необходимо вносить только при 5 5 6 и есть такая особенность что когда мы боремся с фузариозом вертицелиозом вносим тот же фундазол тапсин м и потом он не действует не добиваемся нужного результата потому что возможно мы паж не не регулировали ph должна быть 5 5 5 8 до 6 я для себя придерживаю 6 там меня иногда там 5 8 6 206 держу чтобы препарат за который было заплачены деньги максимально качественно подействовал потому что это все же считать и он должен работать что потом не превышать максимальной дозы там чтобы внести те два килограмма которые подействуют а не превышать дозы там до 5 6 там 8 килограмм иногда есть случаи что вносят оптимальный уровень ph и дозу можно снизить так же самое есть гербициды которые при щелочной среде не полностью раскрывает свой потенциал а иногда полностью не действует и нужно помнить чем ниже ph чем там 6 5 5 5 тем лучше действует гербицид как как заявил производитель еще и главная особенность регулятор роста и берлина кислота очень зависит ее действия от уровня ph это та самая кислота который мы тукаем тукаем наши томаты для опаления да там работаем по кистям под по цветкам в садах при применяют на черешня чтобы плод был больше такой вытянутых сильно в яблонях применяют и при неправильном уровне ph ph выше чем 75 раствор только 20 минут действительно за это время ему нужно попасть на растение впитаться это не происходит и мы имеем совсем непонятное действие то у нас завязываются плоту не завязываются торжет я все время продержусь ph 6 чтобы это оптимально сработал потому что тоже работает с конечным продуктом завязью которую потом мы получим будем растить и в конечном итоге будем ее реализовать реализовывать так этот это такое и еще как я как я регулирую уровень ph чтобы правильно регулировать уровень ph нужно постоянный источник воды чтобы там была все время вода одинаково постоянно пример у меня скважина и ph воды который приходит со скважины 75 и прибором ph метром я замеряю смотрю что 75 перед опрыскиванием добавляю лимонной кислоты я сбиваю ph лимонной кислотой почему не азотная не артофосфорной потому что азотная она агрессивная она может попадет на год где-то на кожу она вызывает ожоги артофосфорная менее агрессивная но тоже не такая она удобная а лимонная кислота она чуть-чуть дешевле чем артофосфорная и хорошо работает она удобно в использовании я добавляю лимонной кислоты в чистую воду сбиваю воду до 6 добавляю препарат потом мере еще раз ph если она в ph выросла до там до 6 5 7 то я добавляю еще немножко лимонной кислоты считаю сколько всего потратил и следующее следующую заправку и уже заранее добавляю тут тут ту дозу лимонной кислоты чтобы уже вода была оптимального уровня ph там она падает до 5 8 добавляем препарат уже в оптимальную по кислотности воду там при 5 8 мы добавили препарат примеру да вот имидоклоприд мы там уже работать добавили лимонной кислоты потом добавили сам препарат именно где есть имидоклоприд и препарат получается не побывал в щелочной среде то есть если добавить после основу основного там пестицида это уже получается что препарат уже был в щелочной среде и там уже что произошло непонятно то есть препарат сразу попадать в оптимальные условия это необходимо помнить и опять же еще один момент почему лимонной кислоты но она удобная и второе лимонной кислоты еще там при при советском союзе там читал читал книги которые были выпущены совет советские времена его ее использовали ему на к саду как хилатирующий агент как это образующий агент то есть там этот это кислота как-то там вступала там реакцию как там захватывать и все молекулы делала в хилатной форме до хилата как типа как клешняка это то есть захватывала это действующее вещество и растение с более быстрее пропускала эти все действующие вещества от боль то ли удобрения то ли какой-то препарат он быстрее попадал в растение мы лимонной кислотой регулируем уровень ph плюс делаем эти элементы которые мы подаем с раствором более доступны то есть в хилатной форме относительно может быть это не до конца действует ну там какой какая-то такая информация есть что лимонная кислота добавляешь и раствор становится какой-то хилатной форме там вроде как этоашу такое там самое самый простой хилат так что так сколько я даю я даю чуть больше чайной ложки чуть больше чем пол чайные ложки лимонной кислоты ну все еди и индивидуального всех разные у всех разные показания химического состава воды потому что чем больше карбонатов тем больше кислоты чем меньше тем меньше я кислоты то есть тут здесь нужно все учитывать и чтобы там не заважном сколько карбантов вставляем ph-метр добавляем добавляем добавили запомнили цифру сколько добавили в рамах или там по объем на и потом уже чтобы не мерять и там плюс-минус играться там две десятых части ph да там примеру там 6 или 5 8 или 662 здесь играем и принципе это будет оптиму при котором классно усваиваются хорошо элементы питания когда мы носим там куда под кромку папа листу там 5 и 5 очень хорошо работать 6 работает пестициды все работают регуляторы роста аминокислоты гормоны все усваиваются и это как это как правило которое никогда нельзя нарушать с этим нужно оставаться этим нужно работать потому что ну зачем нам знаете как сейчас было недавно на политических выборах было прикольно говорить код мешки зачем нам код мешки который сработает или нет заплатили мы за препарат он должен сейчас подействовать должен сейчас убитого вредителя или спасти от болезни внесли а он не работает это ну это деньги на ветер а лимонный ксал так килограмм вот мы купили на тепличный комплекс за моей спиной 2 гектара купили сюда 10 килограмм и уже второй год использую иногда мне было такое возражение 250 гривен потратили это очень дорого это 250 время первых это ни о чем а во вторых это бесплатный бонус то есть либо подействовал препарат который стоит на 2 гектара там 1003 гривен либо не подействовал если не подействовал то какой экономии может идти и речь в принципе это такие мои мысли я придерживаюсь уровня ph 6 всегда чтобы не происходило уровень ph 6 это ограничивает меня от каких-либо ошибок и советую вам так же самое придерживаться такой такого уровня ph на этом все теперь уже точно всем удачи подписывайтесь на канал ставьте лайки и хороших вам урожаев при нормальном уровне ph для ваших растений